Моя игра, здесь правила одни и цель одна Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я Нельзя сказать лучше словами, чем сказал один из шведских игроков Сёда Стрём, ветеран команды Он сказал, что после игры со сборной СССР, что он видел самое удивительное, что он видел это в этом матче И самое страшное, в чём он участвовал Заслуженный мастер спорта, чемпион мира, олимпийский чемпион Николай Дроздецкий И вот, наверное, площадка невозможно было спутать, потому что всё было своё, всё было такое, ну, как я считаю, что самобытное Использовать свои природные данные, очень уникально, не все умеют этим пользоваться Таких игроков было очень мало Но Коля доказывал, что вот он лидер и в решающую минуту забивал Вот бывает такое от природы, вот он мог забить и забивал Имя Николая Дроздецкого стоит в одном ряду с такими великими хоккеистами, как Третьяк, Фетисов, Касатонов, Ларионов Дроздецкий – один из самых ярких нападающих мирового хоккея 80-х годов И, безусловно, один из самых талантливых спортсменов за всю историю нашего города Судьба подарила ему насыщенную, интересную, но в то же время очень короткую жизнь Николай Дроздецкий умер, когда ему было всего-то 30 лет Папа уехал, там буквально какие-то две недели, да, должен был вернуться Я просто не знала, думаю, как жить дальше, вот Потому что я за ним была, как за каменной стеной, да, все Все на нем держалось В 2012-м Николаю Дроздецкому исполнилось бы 55 лет Здесь все и начиналось Это вот этот известный самый двор в Колпино, проспект Ленина, 15 Там, вы видите, рядом совсем Ужорский завод В 1973-м году бригада Ленинградской кинохроники приехала на одну из сотен открытых хоккейных площадок Не в центре, далеко, в Колпино И это та самая хоккейная коробка, на которой под руководством детского тренера Владимира Плуцинского Делал свои первые шаги в спорте Коля Дроздецкий Первые два года, когда он играл за детскую команду Ужорец уже на Перестовгород То он там, я не знаю, все рекорды, по-моему, побил Там было очень-очень много, чуть ли не за сотню Это знаковое место в истории ленинградского хоккея Удивительно, но хоккейная коробка, собранная больше 40 лет назад, сохранилась до наших дней По воспоминаниям Александра Михайлова, звезды хоккейной команды СКА и друга Николая Дроздецкого Народу здесь набивалось не протолкнуться Смастерили ее всем миром, своими руками Родители приходили, привали, зеледоски, делали борта Потом в доме напротив было отдано два подвала больших, где были созданы раздевалки Мне полуцинский Владимир Александрович сказал, что ну вот сейчас в хоккейную команду делаю И появился парень неплохой, который прилично в хоккей должен играть Вот тогда я услышал о колледре Одессы О природном таланте можно судить хотя бы потому, что в юниорской сборной Советского Союза Было в свое время только два 17-летних хоккеиста Остальные гораздо старше И эти двое Фетисов и наш герой Николай Дроздецкий Ну а дальше невероятно Уже в 18 лет Николай становится игроком основного состава команды мастеров СКА Говорят, что завидовал даже Зенит В 70-е годы петербургский СКА самая успешная А потому и самая популярная команда нашего города И один из самых ярких хоккеистов на площадке Молодой нападающий Николай Дроздецкий Смотреть именно на его игру В 70-е годы собирался переполненный дворец спорта юбилейной Я помню ночами и сам ездили отмечаться за билеты в юбилейный Потому что, ну сами понимаете, 5-10 там, по-моему, было всего в юбилейном И купить билеты, это считалось, ну, за большой праздник Голевое чутье – вот что выделяло Дроздецкого Это его дар от Бога Такое, как утверждают специалисты, не тренируется Будучи, прямо скажем, не самым дисциплинированным игроком Он не всегда слушался тренеров Но когда выходил на лед, вопросов ни у кого не возникало Мастер Его уважали, его уважали, потому что Может быть, помните, была игра Пучкова поставил С Челябинском Он 5 голов, 5-5 сыграли, Дроздецкий 5 голов забил То есть он свой авторитет добивался в играх И поэтому ребята старшие видели в нем игрока И уважали его не только как человека Но и как, прежде всего, как игрока Молодого, перспективного, интересного Судьба молодых перспективных хоккеистов из армейских клубов В советские годы была одна – ЦСК Служить в армию Дроздецкий уезжал уже с семьей С женой и маленькой дочкой Мы познакомились на танцах У нас в Колпино была летняя танцплощадка С таким смешным названием «Сковородка» Мы ее почему-то называли, потому что она была круглая Но в виде беседки такая, знаете И вот там мы познакомились Свою единственную любовь, Любу, Николай встретил в 18 лет До свадьбы встречались нечасто У Николая начиналась карьера в СКА А после свадьбы и того реже Вскоре семья уже с двухлетней дочкой Переехала в Москву, Дроздецкий – на базу ЦСК Люба с ребенком в армейское общежитие Мы когда были маленькие, мы папу видели, ну может быть, 2-3 часа в неделю от силы Иногда нам разрешали приехать вот в воскресенье на базу к ним Чтобы навестить их, увидеть папу, обнять Поцеловать, посидеть, немножко пообщаться В те годы именно таковой была участь всех родственников хоккеистов Сейчас достаточно трудно представить Но дисциплина в ЦСК была очень жесткой Хоккеисты не могли проводить время с семьей Они жили на базе месяцами И только изредка, после важной победы Их отпускали на один день повидать родных Может быть, 4 выходных в год у них было А так, после игры их домой не отпускали Они не приезжали домой, они ехали на базу А с утра приезжали домой, а в 5 часов вечера уже тренировка у них была вечерняя Вот такая у нас была жизнь семейная Сборная Советского Союза конца 70-х Начало 80-х годов и ЦСК как базовый клуб Это машина по зарабатыванию медалей О личных интересах хоккеистов думать было не принято Была одна цель Победа любой ценой Я был удивлен, когда в 79-м году, уже 8-ю Он же попал в сборную И приехав сюда, мы договорились с ним встретиться На филанском вокзале и поехать ко мне на дачу в Тарасовку Я его, честно говоря, не узнал Он приехал, он такое впечатление, что прибавил килограмм 10 В плечах сантиметров по 40 вырос И тогда я ему сказал, Коля, я говорю, что тут не то Он, да не, 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 все по-честному Я говорю, ну дай бог Я говорю, дай бог, это, я говорю, может быть мои какие-то Но ты прибавил, здорово И я же понимаю, что это хорошо, если это от тренировок Эта встреча отпечаталась в памяти Владимира Казаченко очень ярко И он потом не раз будет вспоминать того Николая Траздетского Конца 70-х и совсем другого Спустя 12 лет Ну, когда я его обнял Я, честно говоря, испугался, потому что там был один костюм Но не будем забегать вперед Переезд в Москву грозил не только бытовыми трудностями Все новые игроки сталкивались с одной общей проблемой Адаптацией в команде Шутка ли? Ты выходишь играть с лучшими из лучших Третьяк, Фетисов, Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров и так далее Нужно было и за дня в день доказывать, что ты здесь, в ЦСКА Не случайно Там уважалось как раз И вот Уважалось то, что ты можешь сейчас Готов говорить, что там Ты самый сильный Все, могли сразу же проверить Пожалуйста, пошли Докажи Хочешь ты играть там в бильяртлусе, докажи Хочешь ты там в баскетбол, докажи Хочешь ты в ДРД, значит Все это моментально доказывалось Там все, что ты умел, ты должен был тут же показывать Тогда ты в этой компании вхож, хорош Это человек, который рот практически не закрывался никогда То есть он всегда говорил, всегда что-то веселое рассказывал И у него было очень жизненное уже тогда Историй жизненных очень много было Или услышанных, или рассказанных Поэтому он всегда был в центре внимания И вот именно в быту в команде он очень быстро это писал После победного чемпионата мира 1981 года Дроздецкий незаменимый нападающий ЦСКА и сборной Ежегодные золотые медали чемпионата страны Три золота чемпионата Европы Два чемпионата мира В составе сильнейшей команды мира Дроздецкий мечтал выиграть и самые дорогие Золотые олимпийские медали Но перед началом олимпийского сезона Между игроком и главным тренером Легендарным Виктором Тихоновым Рамки, ограничения он не любил А у Виктора Васильевич все это И режим в том числе И дисциплина И как ты относишься Смеешься в день игры или не смеешься Тихонов требовал отречься от всего Нельзя было смеяться в день игры Когда он не видит, можно смеяться Но когда он видит А Коля не мог, он такой вот открытый человек Он любил посмеяться Проблемы с дисциплиной были у Дроздецкого и в ЦСКА И до его отъезда в Москву Даже когда в начале своей карьеры Он играл за НашСКА Дисциплина все-таки была помягче За свои проступки Николай Время от времени получал взыскания от тренеров И постоянно находился на карандаше В том числе и потому, что иногда Мог просто исчезнуть В неизвестном направлении На лавке, вне сборной Он оказался и накануне олимпийского сезона Но он поставил перед собой цель Доказать, что нужен сборной Советского Союза А для этого ему было просто необходимо Приехать после летнего отпуска На глаза Виктора Тихонова В идеальной спортивной форме Без грамма лишнего веса И он все лето не переставал работать Даже на один день Лишь бы доказать старшему тренеру Что он все понял И он достоин места в олимпийской команде Я видел, как он там работал Готовился к новому сезону Хотя это было вместе с отпуска Но он уже тогда начал готовиться И сказал, что он будет 100% сборной И он будет 100% олимпийским чемпионом Слово свое Дроздецкий сдержал На Олимпиаде в Сараево Он не просто играл А стал лучшим бомбардиром турнира И абсолютно заслуженно Его включили в символическую сборную В пятерку лучших игроков Олимпиады Во многом благодаря таланту И стараниям Николая Дроздецкого Сборная СССР выиграла в Сараево Золотые медали спустя 8 лет Переполненный дворец спорта Приветствовал лучшую команду мира Стоя По итогам 1984 года Николай Дроздецкий был назван Лучшим хоккеистом СССР Он обошел в голосовании проводящего Выдающийся сезон Фетисова И завершившего карьеру А потому удостоенного всех возможных почестей Легендарного Владислава Третьяка Всего Дроздецкий сыграл за сборную 109 матчей Забросил 64 шайи Но после бронзового чемпионата мира 1985 года Тихонов перестал приглашать Николая в сборную И через какое-то время По хоккейному Ленинграду Начали упорно гулять слухи Что Дроздецкий, великий Коля Может вернуться Это появилось Примерно в декабре 86 года Я уже работал в команде Главным тренером И Николай пришел Однажды к нам И сказал, что он бы хотел вернуться Команду СКА Ну прошло какой-то период времени Это может быть Неделя, две Он опять С этим вопросом обратился Когда мы были в Москве А я уже за этот период Послушал мнению Некоторых Не буду назвать фамилии Но руководителей Игроков И большинство говорили о том Что не стоит с Николаем Дело иметь Вот Ну без объяснений Ну он Человек с характером Звездный Плохо управляемый Скажем так Так из-за чего Все-таки на самом деле Николай Дроздецкий Ушел из ЦСКА Народная молва Упорно утверждает Что причиной стал Конфликт Игрока И старшего тренера Виктора Тихонова Но сам Виктор Васильевич Рассказывает совсем другую версию Во время турне ЦСКА По Чехословакии Дроздецкий попал Под запрещенный сегодня Силовой прием Под так называемый Шлагбаум Дроздецкий потерял сознание Прямо на льду Чуть позже По дороге в аэропорт Автобус несколько раз Останавливали Вызывали скорую помощь Игрока приводили в чувство Когда вернулись в Москву Провели углубленное Медицинское обследование И оно показало Что у Дроздецкого Серьезно повреждена Почка Играть на прежнем уровне Он уже чисто физически не мог Поэтому и отпросился У Виктора Тихонова И Виктор Васильевич Разрешил ему Вернуться домой В Ленинград Я говорю Я устал У меня здорово У него были предложения В НХЛ По-моему я знаю Он говорит Я никуда не хочу ехать Я хочу играть в Питере И заканчивать карьеру ЦСКА Через несколько недель После возвращения Дроздецкого в Ленинград В юбилейном Культовый матч СКА ЦСКА Вот 24 номер Со спины Это легендарный Сергей Макаров Всего несколько секунд Кинохроники И несколько фотографий Но это было невероятно СКА с Дроздецким В составе Выигрывает У непобедимого Старшего брата В юбилейном Аншлаг Болельщики шли смотреть Как играет Дроздецкий Против ЦСКА И он забил Мы победили 6-4 Весенний лед Не подвел хоккеистов Ленинградского СКА И принес Бронзовые награды Чемпионата СССР Появление Коли Ну как В любом виде спорта Нужен лидер Который мог повести Даже в проигранных матчах Коля показывал И доказывал Что вот он лидер И в решающую минуту Забивал Он за 13 игр По-моему забил 14 голов И в решающих матчах Там забивал по 2 И по одной шайбе Притом именно решающие шайбы Ленинградский СКА С Николаем Дроздецким В составе Второй раз В своей истории Выигрывает бронзу Чемпионата СССР Эта бронза Станет последней медалью Дроздецкого В родной стране Забивает в падение Видишь В воздухе Ушел Четырых В 89-м Семья Дроздецких Снова переезжает На этот раз В Швецию Николая зовут И в более престижные С хоккейной точки зрения Места Иван Хаэл Но он Не хочет уезжать Далеко от Ленинграда Его же приглашали Потом в Вашингтон Так как он Очень любил Очень любил Свою маму Бабжину Он Сказал Что во-первых Мне уже там 30 за 30 И во-вторых Я буду очень далеко От бабушки Ну от мамы своей Там были большие деньги Все предлагали Но видите Самое главное Для него были Совсем другие вещи И я считаю Что это правильно Семья Мама Дети Вот в Швеции Он же дома Все время жил Понимаете Все равно игры Игры, тренировки Игры, тренировки Но он Был Часто дома Каждый день Назвали его Ник То есть не Николай Там А Ник Ну очень его любили Все Собирался полный Хоккейный зал Все время Когда он играл То есть он там был Конечно Любимцем публики В Швеции У семьи Дроздецких Начинается Совсем другая жизнь Это Европа И там хоккеистов Не держат На базе месяцами Каждый день Приходит домой Каждый день Видит свою семью У него теперь Даже есть время Следить за хоккейными Успехами сына Александра На любой тренировке На любой игре Которого мог присутствовать Он всегда был И Это было так Жестко То есть Он Со своей стороны Видел Все ошибки Все что не то И даже в детском возрасте Мне много доставалось Чтобы сделать Из сына Настоящего хоккеиста Николай Каждые каникулы Будет возить его В Колпино К своему первому тренеру Владимиру Плуцинскому И в благодарность За свое хоккейное детство Откроет в родном городе Хоккейную школу И в самое нищее Для России время Начало 90-х Будет на свои личные деньги Покупать детворе форму Клюшки Делать ремонт Плуцинский Дети Школа Где он вырос Никаких спонсоров Не было Все тут на свои деньги Он говорит Деньги я заработаю Но школа для меня Не то что важнее Чем семья Такого никогда не было Но То что для него Это была вторая семья Да И он очень сильно переживал И постоянно приезжал Я же помню Автобусы Все это на свои деньги Все содержание Форма Все это было Благодаря папе Кажется вот наконец Наступил долгожданный Период покоя и счастья Но однажды Из России Приходит страшное Известие В Петербурге Погибла Елена Младшая сестра Николая Эта трагедия Как покажет время Подкосила Пышущего здоровьем Николая Дроздецкого Потом многие Будут говорить Что это именно Из-за стресса Выползла наружу Старая семейная болячка Сахарный диабет Шведские врачи Подтверждают диагноз Но играть не запрещают И Николай продолжает Играть на полную катушку Не делая скидки На болезни Встречались в последний раз На похоронах Вот нашего друга Он был такой В хорошем костюме Но когда я его обнял Я, честно говоря, испугался Потому что Там был один костюм Почему-то первым Мне говорят Вот, Володь, сейчас только Прошел в Швеции медосмотр Все нормально Со здоровьем Подписываем новый контракт Еще там на полтора-два года Я говорю Коль, ну нормально Я говорю, если силы Чувствуешь себя Он говорит Да, конечно Я говорю Потому что Ну можно наиграться Он всегда приходил Когда только была возможность Он приходил Даже на тренировки Команды ветеранов Ну вот что За Цвет лица был Очень такой болезненный Землистый такой То есть видно было Что он болел Это какой год был? Это вот как раз 95-й год и был Лето Лето 95-го года В роковой день 24 ноября 1995-го года Дроздецкий придет на хоккей В юбилейный Посмотреть матч СКА Но вернется домой Уже не сам Он почувствует себя плохо Домой его подвезут Друзья Это был Ноября 23-го у меня День рождения Первый раз Вот он не приехал Ко мне на день рождения Ну и как-то так Было грустно Позвонил телефон Мама говорит Сними трубку А мне как-то так Вот как-то не по себе Было Как какое-то предчувствие Я говорю Не буду А он говорит Ну почему Я говорю Не хочу Мама Возьми трубку Вот как какое-то предчувствие Не знаю И я поняла По мамину лицу Что что-то не то Потому что позвонил Папин тренер Полоценский Владимир И сказал Что Коли больше нет Я вообще была В таком Шоке Я просто не знала Думаю Как-то жить дальше Вот Потому что Я за ним была Как за каменной Вот стеной Да Все Все на ней Днем держалась Мы приехали В Петербург Но здесь Как-то было легче Потому что Все друзья Все были Как-то рядом Мы были здесь Довольно-таки Долго Недель шесть Наверное То есть Пока сорок дней Не прошли А потом Поехали обратно В Швец И Вот там Как бы ощутили Вот эту Наверное Пустоту Может никого Не было рядом Ни друзей Никого Ни близких Была такая Серьезная Пустота Наверное Каждый из нас Переживал по-своему То есть Мы как бы Это не показывали Но Каждый Когда был один Дом Переживал Ему было всего 38 лет До Роздецкого Похоронили в Кулпино В страшный мороз Проводить его Пришел весь город И что меня шокировало Что меня потрясло Из Москвы Приехал только Александр Павлович Рагулин Один Хотя он Николай Столько лет Отыграл За ЦСКА За сборную Советского Союза У него много было друзей А Рагулин Который с ним Как раз Не играл В одной команде Единственный Приехал На Похороны Николая Дроздецкого Его нет С нами Уже 17 лет На могиле Всегда цветы Его любят И его помнят Его сын Александр Отыграл В элите Российского хоккея В том числе Заска В общей сложности 11 сезонов И манера игры Очень напоминал Своего отца В Колпино Продолжает работать Детская хоккейная школа Школа Николая Дроздецкого В команде Шведского города Бороса Уже 17 лет Ни один игрок Не надевает свитер С его номером 13 Ну а что касается Санкт-Петербурга Николай Дроздецкий Был И конечно остается Визитной карточкой Символом Ленинградского И Петербургского Хоккея Он единственный Воспитанник Нашей хоккейной школы Которого признавали Лучшим хоккеистом Страны Заслуженный мастер спорта Заслуженный мастер Николай Дроздецкий Моя игра Моя игра Она мне принадлежит И таким же, как и я Моя игра Моя игра Здесь правила одни И цель одна Со мной все нормально Ну и что, что кровь из носа Со мной все нормально Просто я стал очень взрослым Со мной все хорошо